18 марта в администрации Амурского района прошли депутатские слушания. Подробности смотрите в сюжете Валерии Толкачёвой. В слушаниях приняли участие глава Амурского муниципального района Иван Масько, Амурский городской прокурор Антон Хомягин, депутат Законодательной думы Хабаровского края Валерий Постельник, представители органов местного самоуправления, руководители предприятий промышленности Амурского муниципального района, предприниматели, общественные организации, муниципальные служащие, администрации района и поселений. На депутатских слушаниях был рассмотрен комплекс вопросов, направленных на укрепление экономических основ местного самоуправления и в первую очередь за счет содействия развитию промышленного потенциала малого и среднего предпринимательства, внедрение интегрированных программ, усиление мобилизирующей роли бюджета, формирование достаточной доходной базы, эффективное использование имущественного комплекса, повышение контроля за использованием денежных средств Амурского муниципального района. Органами исполнительной федеральной власти, правительством края и муниципальными образованиями обнародованы и реализуются антикризисные планы, которые направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Антикризисный план Амурского муниципального района утвержден. Рабочая группа по реализации антикризисного плана создана. В целях стимулирования гражданской активности, поддержания социальных инициатив, способствования вовлечения в общественную жизнь одаренных детей и талантливой молодежи, Собрание депутатов Амурского муниципального района Хабаровского края назначили в 2015 году ежегодную стипендию Собрания депутатов Амурского муниципального района детям и молодежи, следующим лидерам общественного движения. Регине Подлесной, учащейся школы номер 3 поселка Эльбан, Юлия Михайленко, учащейся школы номер 2 города Амурска. С более подробной информацией о прошедших слушаниях вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Амурского муниципального района.